Здравствуйте! И сегодня в выпуске новостей Би-Би-Си. Яростное сопротивление. Иракский спецназ вошел в Масул, который исламисты не собирают создавать без боя. Кто защитит умный чайник? И не только. Правительство Британии намерено предотвратить кибернападение на стратегические объекты и инфраструктуру страны. А также Боуи на продажу. В Лондоне открывается выставка предметов искусства из коллекции знаменитого музыканта и художника. Ираксские войска вошли в восточный пригород Масула, пытаясь выбить из второго величина города страны боевиков, запрещенной в России организацией «Исламское государство». Мойцы элитного контртеррористического подразделения взяли под контроль здание телевидения. По словам журналистов Би-Би-Си, сопровождающего спецназ, они встречают серьезное сопротивление исламистов. По словам иракского премьера, в Масуле находятся от трех до пяти тысяч исламистов. Корреспондент Би-Би-Си Иэн Пеннел прислал свой репортаж еще до того, как иракские силы вошли в Масул. Это сражение не только за один город, но и за всю страну. Ирак – государство, разрушенное многолетней войной. Многие ожидали, что эти подразделения возьмут паузу, дожидаясь других соединений на остальных фронтах. Но этого не случилось. По крайней мере, за то время, пока съемочная группа Би-Би-Си вместе с иракскими контртеррористическими силами продвигались к последнему городу, который отделяет их от так называемого «Исламского государства». Как вы видите, колонна бронетехники сейчас идет по пустыне, осуществляя так называемый фланговый маневр. Другими словами, она обходит город Базвая, к которому пытается пройти. Мы находимся во главе колонны вместе с командиром антитеррористических сил. Впереди Базвая, куда войска попытаются пройти. И если им это удастся, они пойдут дальше, к своей главной цели. В течение выходных на этих иракских военных напали боевики. Во время перестрелки они потеряли более десяти своих товарищей. Теперь иракцы наносят ответный удар. И чем ближе они подступают к позициям ИД, тем яростнее становится сопротивление. Появляется ощущение, что после более чем двух лет боев этот конфликт вступает в решающую фазу. Многие считали, что перед началом наступления местные жители покинули этот город. Но из-за закрытых дверей домов, на стенах и на узких улочках вдруг появились десятки перепуганных семей. Эти люди годами оставались между воюющими сторонами, как в ловушке. Я очень доволен. Мы освободили эту землю и живущих здесь людей. И вот, наконец, на горизонте, меньше чем в полутора километрах отсюда, появляются очертания центра самопровозглашенного халифата ИГЭ. Здесь живут шабаки, этническая группа, которая пострадала от многих угнетателей. Слава Аллаху, мы пережили в НЮТГ. У нас ничего нет, ни еды, ни воды. Мы жили так плохо. Женщинам они говорили, не выходите на улицу, а если не подчинитесь, мы отрубим вам голову. Но здесь хорошо помнят и о межэтнических проблемах в стране. Если этим людям суждено когда-нибудь жить в мире, то власти должны уже сейчас думать о том, что произойдет после войны. Все больше семей остаются без крыши над головой, гибнет все больше людей. А главная битва все еще впереди. И далее в выпуске коротко о некоторых других новостях. Штаб Хиллари Клинтон обвинил главу ФБР Джеймса Коми в, как сказано, вопиющих двойных стандартах из-за расследования в отношении новых электронных писем экс-госсекретаря. Комментарии появились после того, как американские СМИ сообщили, что Коми выступил против обнародования информации о том, что Россия якобы вмешивается в проведение американских выборов, включая эпизод со взломом имейлов демократов. На просьбу прокомментировать обвинения ФБР ответил отказом. Китайский истребитель пятого поколения Чэнду J-20 был впервые представлен публике на авиасалоне в Джухае, крупнейшей в Китае ярмарке производителей и продавцов авиатехники. Ранее блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor. Предположительно, в ближайшие 2-3 года он поступит в эксплуатацию. Сообщается, что китайский самолет будет оснащен противокорабельными ракетами. Власти муниципалитета Меслата на востоке Испании создали базу данных ДНК собак, чтобы выявлять и штрафовать владельцев, которые не убирают за своими питомцами на улицах. Чиновники муниципалитета в провинции Валенсия рассказали, что полиция будет отправлять образцы собранных дворниками собачьих экскрементов на анализ. Как только данные будут внесены в базу, владельцу выдадут именную бирку для собаки. Нерадивым владельцам, не убирающим за своими питомцами, будет грозить штраф в размере 200 евро. Великобритания выделит дополнительно 2,5 миллиарда долларов на разработку системы автоматической защиты сайтов от атак хакеров и попыток несанкционированного доступа к ресурсам официальных доменов. Глава британской контрразведки Ми-5 Эндрю Паркер заявил, что одной из угроз кибербезопасности Британии является Россия. Репортаж корреспондента BBC Рори Кехлана Джонса. Мы уже знаем, что наши компьютеры могут взломать. Мы привыкаем к тому, что пользоваться телефоном иногда небезопасно. Но стоит ли опасаться, что кто-то взломает наш электрический чайник? В мире, где все больше домашних приборов подключены к интернету, появляются новые угрозы. Это домашняя система камер наблюдения. Один из примеров. Недавно именно такое устройство было взломано хакерами. И это только первая ласточка того, что ждет нас в будущем. У нас появляется все новое устройство с выходом в интернет. Например, умный термостат или умный чайник и тому подобное. Это прекрасно. Но давайте помнить о том, что некоторые из них хранят и персональную информацию. Эти устройства совершенно не защищены. Их применяют для организации атак в интернете, для нападений на важнейшие объекты инфраструктуры. Именно против такого рода угроз направлена новая стратегия правительства в области кибербезопасности. Министр финанса Филипп Хэймонд пообещал сделать все возможное для защиты страны от хакеров и, если необходимо, нанести им ответный удар. От активной киберзащиты наше общество значительно выиграет. Мы должны обеспечить необходимые механизмы защиты частной информации. И эти меры способны полностью изменить картину происходящего, поскольку все интернет-пользователи в Британии окажутся защищены автоматически. Сколько бы мы ни тратили на киберзащиту, нам нужно для этих целей значительно больше обученных людей. Но сегодня они в дефиците. В штаб-квартире BT, будущим специалистом в области кибербезопасности, рассказывают о собственных разработках компании в этой сфере. Правительство хочет, чтобы все больше молодых людей стремились получить подобную специальность. Значительно большие бюджетные средства власти направят и на расследование киберпреступлений. Однако противостоять угрозе нападений хакеров, среди которых встречаются как кинейджеры, так и целые государства, будет крайне непросто. Сотни предметов из личной арт-коллекции Дэвида Боуи выставлены в аукционном доме Сотбис в Лондоне. Сам аукцион пройдет через несколько недель. Мало кто знает, что Боуи был не только музыкантом и коллекционером предметов искусств, но и художником. Уил Гомпертс побывал на предпоказе выставки, которая включает и работы одного из самых влиятельных музыкантов 20 века. Дэвид Боуи сделал эту картину вместе с Дэмианом Хёрстом, который отзывался о певце как о человеке ребячливом, сущем ребенке, с кем было восхитительно проводить время. Судя по всему, картина станет одним из самых популярных лотов аукциона, где будет выставлена примерно половина всей коллекции Боуи. Я вообще не любитель делать покупки. Единственное, что я покупаю одержимо, даже страстно, ничего не могу с собой поделать, это предметы искусства. Распродажа поражает своим масштабом и разнообразием. Здесь и поп-арт, и немецкий экспрессионизм, и британский модернизм. От Тинторетто и расписанных Пикассо-тарелок до шахмат работы Мана Рея. Итак, 350 работ. Что они говорят нам о самом коллекционере? Они дают прекрасное представление о психологии и образе мыслей Дэвида, о том, как он познавал мир. Множество экспонатов коллекции — современное британское искусство. Он был из послевоенного поколения, из бэби-бумеров. Многие из этих предметов искусства были созданы как раз в те годы. С помощью коллекции Дэвид стремился понять свое место в мире. Действительно, основа коллекции работы, датированной серединой 20 века, изображающей сцены британской городской жизни, различные пейзажи. Многие из картин Боуи приобрел в середине 90-х с помощью этого консультанта. Он был удивительным человеком. Он всегда глубоко изучал то, чем занимался, сосредоточенно, тщательно, исчерпывающе. Он хорошо понимал, что делает, покупая современное британское искусство. Он был сильной личностью, жил по максимуму, и эта интенсивность отражается в выборе некоторых картин. Хорошо. А что из своей коллекции Боуи любил больше всего? Известно, как он отзывался о полотнах Ауэрбаха. Для него они значили очень много. Он говорил, что всего лишь один взгляд на эту картину с утра мог изменить его настроение на целый день. Если Боуи был в прекрасном расположении духа, он заявлял, я хочу звучать так же, как она выглядит. Некоторые лоты из коллекции Боуи будут выставлены с начальной ценой всего в несколько сотен фунтов. Соблазн прицениться велик. Однако не будем забывать, что это лишь предварительная оценка аукционистов перед началом торгов. Вы смотрели новости русской службы BBC из Лондона. Я, Олег Антоненко, говорю вам до свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова